Как подавить волю народа? Точно так же, как одного человека. Напичкать его определенной информацией, через средства массовой информации, через образование, через медицину. Самый какой простой способ изменить информированность народа? Через пищу. То есть мы берем, сгоняем всех людей так, чтобы они были отключены от источников питания, там, где сами могут все это делать, сгоняем их в города. И что делаем? Наполняем супермаркеты пищей, которая нам нужна с определенными качествами, и начинаем пичкать. Вот, допустим, куры, особенно выращенные по специальным технологиям. В них вложены специальные вибрации, которые понижают как раз вот эту вот частоту. И вот нас пищей загоняют как раз и держат в районе этого. То есть не только попса Пугачева, да, но и пища в супермаркетах, она настроена вот на эту частоту. Поэтому очень даже многое мясо, которое привозят, бизнесмены, да, но свежее. Потому что в нашей уже практически нет ничего. Но, допустим, с Аргентины, там, с Мексики, с Польши, вот в супермаркетах Киева вы не найдете свинину, производство от Украины. Польша, пожалуйста, Турция, там, Дания, все есть, а не найдете. Отключили от этого. Для чего отключили? Вот как раз определенная вибрация. Мясо, допустим, один-два дня с дужком, потом его специально обрабатывают, гель специально туда накачивают, вводят туда антибиотики. Внешний вид у него вроде как и подкраска идет нормально, особенно с рыбой эти все вещи, там, в супермаркетах этих видно хорошо. То есть, вот если только не свежемороженая рыба, вот все остальное, какой-то обработке она подверглась, бегите вот, куда глаза глядят, убегайте. Особенно вот термической обработки, которая там, холодное копчение, горячее копчение и прочее, прочее, прочее. Вот это способы понижения вот этой частоты и держания нас как раз вот в районе второй, половой чакры. Это тоже способ десинхронизации психического времени и времени реального. Самый простой и эффективный способ – это вот пища. Потом что у нас идет следующее? Образование, средства массовой информации, медицина и лекарства, аптеки. Значит, что делают аптеки? Когда мы наелись уже того, что нам дали в супермаркетах, неправильного гнилого, мы начинаем заболевать, мы куда бежим? Мы бежим в аптеку. То есть они уже, тот, кто завозит все это в аптеке, они уже примерно знают, это все одна программа. То есть в супермаркете вот в точке распространения продуктов питания загоняется информация с определенными частотами, с определенной вибрацией. Они уже знают, какие изменения в организме человека будут под воздействием вот этой информации, этой пищи. Под это дело вводятся медикаменты. Для того, чтобы что? Сбалансировать эти колебания, эти вибрации. Но при этом что делается? В обязательном порядке там побочные вот эти вот эффекты. И, мягко говоря, мы вроде как выравниваем эту вибрацию, но в другом месте мы что пробиваем? Потом мы бежим опять в супермаркет, опять покупаем пищу, опять трясем нашу ость, потом опять бежим в аптеку к врачам и так далее. Вот это вот замкнутый круг. Вот это как раз вот эти вот рамки, которые нас загнали, отсюда города, как патогенные, скажем, зоны, как патогенные участки, мутагенные. Идет мутация. Вот мушки-дрозофилы в городах, они просто, знаете, эксперименты проводили, не развиваются. Поэтому стерильные условия должны быть в лабораториях. Если только идет воздействие на лабораторию белого шума, так называемого, городского, то во втором, в третьем, в четвертом, все, пятого поколения уже просто нет. А люди как-то вот выживают, потому что у нас запас прочности больше, чем у мушек этих, дрозофил. У нас система иммунная получше, она поэффективнее, чем у остальных видов, поэтому мы такие живучие. Ну и нас уже, в общем, довели до состояния, при котором сейчас здоровых детей не рождается на Украине. Всего 3%. 97% больные. 7 условно здоровые, а остальные там, то есть призывать даже в армию уже. Почему прекратили призыв в Украине? То есть первый вопрос, это что, сделать армию частной, а не государственной? И второй, это что? Окончательно вот убить мужеское начало у народа. Вот сейчас, со следующего года, у вас, кстати, тоже на 120% шоу, год считался, что понабрали контракт на то, да? То есть мы перестаем призывать юношей, тем самым, что способность и возможность выработать себе эту волю на корню убиваем. То есть это тоже мина замедленного действия, которая ляжет потом в изменении генома. Это тоже способ управления. Раз синхронизации психического времени, то есть мы отходим, отходим, отходим от реального времени. Вот разбивая, скажем, все эти вещи.